Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Абакане. Все случилось прошлым вечером на улице Тараса Шевченко. Женщина на Ауди А4 при повороте налево столкнулась с Хонде Дио. 15-летний мальчик и его приятели ехали на двухколесном транспорте без мотошлемов, а у мопеда не работала фара. У юного рулевого закрытый перелом бедра и ушибленная рана колена. У его пассажира рваная рана. По факту аварии проводится проверка. Полицейские Хакасии вновь прошерстили магазины и кафе, торгующие алкоголем. Без нарушений не обошлось. Так, в магазине на улице Торговая в Абакане продавали контрафактное спиртное. У продавца не оказалось ни лицензии, ни документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции. То же самое выявили в магазине на улице Советская в Абакане, а также в кафе по улице Дзержинского в Черногорске. Законом предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Из незаконного оборота полицейские изъяли в общей сложности более 250 единиц алкогольной продукции. В МВД отметили, что каждое третье преступление в Хакасии в 2023 году было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим Министерство региона вышло с инициативой Верховный Совет Республики об ограничении времени продажи алкогольной продукции в ночное время в точках общественного питания в будние дни и о полном запрете такой продажи в выходные. 17 исполнительных производств на должников закрыло судебный пристав из Саиногорска. Так она хотела сократить себе объем работы и повысить служебные показатели. По информации Саиногорского городского суда, обвиняемая внесла в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у должников имущества. Таким образом, взыскатели не получили 1 миллион 300 тысяч рублей по алиментным, заемным и другим обязательствам. И хотя свою вину пристав не признала, суд назначил ей три года лишения свободы условно. Также два с половиной года она не сможет работать в госорганах. Заместителя главы Устябаканского постсовета ждет суд после травмирования детей на горке. Уголовное дело направлено в суд. Сергей Новоселов обвиняется в халатности. Напомним, 23 декабря произошло обрушение посадочной платформы горки. Девять ребятишек и взрослая женщина упали с трехметровой высоты. У троих детей 9, 11 и 12 лет, переломы ног, компрессионные переломы грудных позвонков, остальные получили ушибы. По версии следствия, замглавы постсовета организовал возведение детского зимнего аттракциона. Строили горку двое разнорабочих сельской администрации. Местный чиновник не проконтролировал ход и результаты работ, не организовал проверку и регистрацию сооружения в органах гостехнадзора на соответствие стандартам безопасности. Допустил бесконтрольное использование объекта несовершеннолетними детьми. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Продолжение следует...